Застройщики через разные преференции, субсидирование и потечной ставки, они действительно снижают цены. Я полагаю, что начало следующего года для девелоперов будет действительно сложным и какие-то прогибы будут. Но надо понимать... Но это 10, это 15% или это 2%? Нет, скорее всего, речь идет о точечных скидках тех девелоперов, у которых наполнение скорл-счетов меньше, чем проектное финансирование. Это надо вылавливать определенные лоты и этим надо заниматься. Если вы думаете, что вы по всей тюмению видите билборды, минус 20% покупай, налетай, этого не будет. Более того, понимаете, несмотря на то, что всевозможными не рыночными, а льготными программами искажена рыночная конъюнктура, но тем не менее спрос и предложение имеют свое значение. Давайте рассуждать логично. Сейчас девелоперы находятся в очень суровых условиях. Что они будут делать? Они будут сокращать инвест-программы. Следовательно, в 26-27 году мы увидим дефицит жилья. Почему? Потому что ставка снизится, ипотечная ставка тоже снизится, депозиты будут приниматься по меньшим ставкам, на рынок войдут деньги. А квартир к этому моменту, поскольку девелоперы снизили свои инвест-программы, а это точно произойдет. Кто-то снизил, кто-то переложил. Следовательно, мы увидим повышенный спрос и опять рост недвижимости. Ни при каких условиях, кроме каких-то апокалиптических, я не вижу как бы проседания цены серьезное на длительном протяжении периода. Либо в кризис уходит вся страна, и тогда как бы эта история, но мы видим, что экономика растет, что-то 3,6% нам говорят. Соответственно, в 2019 году, когда ввели проектное финансирование, количество проектов сократилось, а спрос на них увеличился. И мы увидели скачок цен. Он был вызван не только ковидом и льготной ипотекой. Если рассматривать вопрос глубже, то там спрос, предложения не были в балансе. Поэтому, к сожалению, будет так. Мы зайдем на новый цикл, спрос будет хороший, предложение будет слабое, и мы опять уйдем в повышение цен.